Ну что, бандиты, наидобрейшего времени суток, с вами Док Браун, и пришло время остудиться в колоте. Собственно, я нахожусь вот здесь, и знаете, я подумал, что я всё-таки пойду обследовать сии места. Кстати, мне интересно, там что-то есть у нас здесь. 66, 72, давай посмотрим. 60, 66, 7, да, здесь что-то есть, примерно вот тут, поэтому мы сначала сюда, а потом сюда. Так, а слушай, а на 70 у нас чего-то есть? Нет, на 70 у нас ничего нету. Я иду сейчас направо, и ещё раз направо вниз. Будем исследовать местность. И разгребать, что же здесь, блин, произошло. Искать записки и так далее. Кстати, знаете, тут разразился в комментариях скандал о том... Опять там кто-то лежит? Эта точка уже вычеркнута. Скандал в комментах о том, что герой, мол, бегает порошиво. Признаков рюкзака у нашего героя нету, а по поводу снега, то... По поводу глубины снега, ребят, вот это следы. Здесь не может быть там полуметровый снег, и главный герой реально... Реально дохляк, серьёзно. Бегает он ужасно порошиво. Так, мы идём вниз. Вот. Послушай, это же звук. Я как-то не сразу допёр, но... Где-то здесь есть записка. И, пожалуй, она вот сюда направо. Да, вон, я её вижу. Отлично. Игра хочет, чтобы я шёл сюда, но я хочу идти туда, я пойду туда. Так. НИИ природных явлений СССР об аномалии 0Н-91. Первое происшествие зарегистрировано в 1950 и 1953 годах в районе города Игарка при сооружении трансполярной магистрали. Работы были остановлены, происшествия квалифицированы, свидетели были устранены согласно указанию. Вот так вот, ну... Понятно, что всё это игра и то, что здесь описано, это неправда, но в Советском Союзе свидетели устранялись очень быстро. 17 октября 1950 года, согласно показаниям свидетелей на той же высоте, на которой был расположен лагерь 503, к западу от города Игарка, произошёл выброс неизвестной силы и происхождение, который вызвал мгновенную смерть 42-х рабочих. Тела фактически испарились, от них остались только тени, как это описали свидетели. Всё случилось быстро и внезапно. Следующее происшествие имело место спустя 3 года, 14 марта 1953 года. В вышеупомянутом лагере произошло затвердевание. Тела от 12 рабочих просто застыли. Вскрытие показало, что они мертвы. Тела содержатся в неизменном состоянии в секции 12 исследовательского комплекса Северска. Прикольно. Очень прикольно. Аномалии, говорите. Ну, ещё круто. Так, двигаем теперь вниз. Ищем новые записки и раскрываем тайны перевала Дятлова, чёрт возьми. Атмосферненько вот всё-таки. Unreal Engine творит чудеса, реально, очень круто. Так, мы сейчас чётко идём. На юг. И на развилке поворачиваем направо до тупика. Слушай, а если не до тупика? Если... Нет, ну мы пойдём до тупика, однозначно до тупика. А может там не тупик, может там выход на речку. Вау. Должен честно признаться, что мне здесь, чёрт возьми, не нравится. Фонарик включать страшно. Фонарик включать страшно. Слышали? Записка. Чёрт, ну и звуки. Встретили группу Манси. У них странное орудие, наверное, для охоты. Ещё мы столкнулись с местным гостеприимством, когда нам не разрешили зайти в здание вокзала, потому что мы пели слишком громко. Вот так вот. Но мы получили очень тёплый приём от местной школы. У нас было немного времени, поэтому мы встретились с учениками и рассказали им о нашей экспедиции. На следующей станции какой-то пьяный заявил, что мы украли его бумажник. Мешалась милиция, но, к счастью, после наших объяснений ситуацию замяли. Провели всю ночь в поезде. Говорили о любви, религии, политике. Устав, мы легли спать, но купе были открыты, поэтому решили установить дежурство и менять друг друга каждые пару часов. Иногда я начинаю сомневаться, готовы ли мы к такой экспедиции. Меня тревожат неприятные мысли. Может, мы переоценили свои возможности. Нам говорили, что мы справимся, но я боюсь у меня плохое предчувствие. Словно тень страха дышит мне в затылок. Не могу об этом объяснить. Пора спать. Так, ладно. Это, скажем так, одна из участниц экспедиции. Мы здесь идем прямо дальше. Черт, ничего же не видно. Крипово! Очень крипово! Фонарик я не включу, не ам. М-м-м. Черт возьми. Давай посмотрим. Ага, так, окей. Вау! Горы, леса. Так. Залазь, мудак. Семьдесят два, шестьдесят четыре. Давай проверим карту и посмотрим. Семьдесят два. Шестьдесят четыре. На самом деле мы где-то вот здесь. Вот где-то вот тут вот. Я же думал, я на паузе. Черт. Это было жопа. Так, собственно, я загрузился. Ребята, мы тут не сами. Короче, что мы делаем. Игра сейвится рядом с табличками, с записками. Значит, все хорошо. Мы появились опять-таки здесь же. Вроде бы, да? Да. И сейчас я сразу же пойду... Вот, да, мы вот тут были. И я сейчас пойду вот сюда, налево. Просто забери. Я не знаю, куда я иду. На картонах. Жесть. Слушай, страшно, а. Вижу. Показания доктора Григория Антоновича по аномалии ОН-91. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливает. Уровень энергии был просто невероятный. Я помню доктора Петника. Он сказал, что слышал пение. Он видел ангелов, появляющихся из света. Нам было очевидно, что оставаться возле аномалии слишком долго опасно. Но нам нужно было ее изучить. И мы решили использовать заключенных. Поэтому мы создали секцию 22. Круто. Блин! Тихо. Где я сейчас? Здесь. Не знаю, как я здесь оказался. Но отсюда... Мне явно пора... Сваливать. А-а-а! Блин! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Беги! 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 А-а-а! 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 Так... Черт! Мне надо на север. Блин! Вон! Твою налево собака! Твою налево собака! Твою налево собака! Твою мать! Черт! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! Погнали! Погнали! Давай! Давай! Беги! Твою мать! Что там? Что это там такое? Север там! Там запад! Оно там или... Да! Оно там! И оно идет сюда! Погнали! Черт! Я не знаю что происходит! А еще я не знаю где я! Я слышал как... Дребежит где-то листок, записка, но я... Не имею ни малейшего... Понятия! Оооо! Валим! Вал... Я застрял! Я застрял! Ммм... Это просто забей серия сегодня! Так... Черт! Я... Опять... Там же... Или не там же где я... А! Нет! Все нормально! Я... Вот тут какой-то домик сверху! Вот мы сюда и пойдем! Попытаемся по крайней мере! Твою мать! Он прямо там! Твою мать! Черт! Что же он тут курсирует, а? Круто я на него вышел, не правда ли? И вот что мне было! Он просто взял и появился там! Оооо! Криповая серия сегодня получится, чувствую! Это просто жесть какая-то! А знаете в чем прикол? Я заблудился! А нет! Кажется я отблудился уже! Я кажется вернулся туда! Нет! Нет! Стоп! Я иду не на север! Я думал я на север иду, но нет! Или все правильно? Подожди! Сейчас он мне вот... Тут ли я где-то? Я пришел на развилку! Да! Вот это развилка! Я сейчас здесь! Я могу пойти сюда! Давай-ка я пойду сюда! А потом пойду там поверну где-то там вроде должен был поворот налево и как бы вверх! Там точно была записка! Вот! И я вернулся! Ну зашибись! Стоп! Наверх! Да! 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 На картонах! Тихо! Тихо! Не палимся! Вашу машусь! Это такая крипота просто! Просто забей! Тут стопудняк что-то есть! Я слышу так! Встаем! Блин! Что в себя! В шкафу! Нажать Е! Человеческий разум любопытная игрушка! Измученный болью и безумием он сопротивляется и защищается от того что может принести свободу! Путь к пониманию идет через противоречие! Мы отрицаем один простой факт! Тот факт что люди это настоящее чудовище! Так нам и нужно относиться друг к другу! Я заблуждался на этот счет так долго что наконец обнаружил свою истинную природу! Помни что во тьме ты никогда не будешь одинок! Всегда есть тот кто ожидает твоей погибели! Ну куда еще? Ё! Я даже не х... Я буду стоять здесь! Что за ж... Где я стоишь? Где ты? Меня тут нет! Ага! Такое впечатление что там кто-то есть! По радио что-то передают... Дом! Ага! 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 Понятно! Ладно! Моментик! Давай! Самое стрёмное у нас еще другое! Пятьдесят один три... Пятьдесят один тридцать! Пятьдесят один тридцать! Пятьдесят... Это на этой стороне! Слушай! А вот то что за шестьдесят у нас еще есть! Четырнадцать восемь... О! Подожди! Сорок пять восемьдесят четыре! Сорок пять! Понятно! В принципе... Вроде бы можно и отсюда, но можно и с самого старта начать вот здесь, а потом пройти и сразу попасть сюда! Но мне конечно интересно вот эта дорога! Вы же понимаете, да? Черт бы тебя подрал! Вау! 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 Так, ладно Сейчас о другом Мне туда Мне на север, да? Нет, мне сейчас получается Вот туда А потом на север Блин, ах ты ж Эти звуки Просто убийственные Они очень крутые Очень качественные Но пипец стрёмные Черт Там что-то есть Во, я самоубийца, да? Внимание, психопат на своде Опасный преступник Сбежал из московской Психиатрической клинической больницы Нам сообщили, что мужчина Полностью психически неадекватный И бредит Север Двигаем на север Меня тешит то, что игра уже засейвленная Как бы 67,70 Так, стоп 67 Эта дорога наверх Отлично Возвращаемся Меня радует два фактора От Чупакабры Можно сбежать И находя записки Игра сейвится Все Больше меня В этой игре Ничего не радует Абсолютно Абсолютно Ничего Нет Ничего Хорошего Абсолютно Ничего Хорошего Оу Да Да Смотри Здесь светло Там тьма Тьмущая Хоть глаз Выкали Негры ночью Воруют уголь Почему такая Несправедливость Вот же ж Вот же ж Знаешь что мы сейчас сделаем Мы засейвимся Мы Мы А как мы сделаем Тюха Тюха Все нормально Все хорошо Мы сюда уйдем Быстро да О как Оперативно Жалко здесь не горит костер Холодно все таки Ах Крепота Черт что бы Я не знаю Это просто капец какой-то Серьезно Вот сюда сюда Абсолютно Первый второй И за вторым этим столбом Вот сюда Вниз Прямо Сорок Пять Восемьдесят Четыре Ориентирование На местности Дамы и господа Но знаете Я думаю Мы займемся В следующей серии Мне надо Немножко Отдумать Голота Надеюсь вам Понравилась серия Игра Просто супер Очень атмосферно Красиво Просто Супер Выше всех похвал Надеюсь вам тоже нравится Подписывайтесь Лайкайте Пишите комментарии И добро Пожаловать В группу Вконтакте А на этом пока что Все Удачи друзья И до новых встреч Пока Пока